Что такое блокчейн? Это не вещь, не предмет, это цифровой код, то есть запись в компьютере. Давайте представим записную книжку. Туда мы записываем, например, что-то личное. Естественно, что этой книжкой можем пользоваться только мы. Но представим, что эта книжка доступна не только нам. Она открыта для какой-то группы людей, например, для друзей. И когда вы делаете запись в этой записной книжке, эту запись видят сразу все ваши друзья. Представьте, что у вас есть блокнот. На каждой странице блокнота написана одна и та же информация. В аудитории сидит 100 человек, и всем раздали по странице от этого блокнота. И таким образом информация хранится одновременно у всех. Эта запись может быть зафиксирована только в том случае, если с ней согласны все участники этой группы. Если кто-то указывает на ошибку или замечает несоответствие, запись аннулируется. Блокчейн – это инструмент совместной деятельности. Причем такой, что записи там постоянно проверяются всеми участниками. Для чего нужен блокчейн? В такой сети невозможно обмануть. Это исключает мошенничество. Ведь это сразу увидят. А теперь представим, что такая система является базисом для финансовой деятельности. Наступает новый цифровой мир. Почему деньги зависят от золота? Оно ценное, потому что редкое. Чтобы его найти, нужно потратить много сил и времени. Точно так же и с криптовалютой. Невозможно получить сразу много биткоинов. Сначала нужно решить уравнение с помощью компьютера. За каждое решение автоматическая награда. Немного киберденег. Думаю, потенциал роста еще есть. Потенциал роста огромный. Рынок криптовалют всего нам сейчас, по-моему, 150 миллиардов. Минимум он разрастется до триллиона в ближайшие пять лет. Уже говорят, что блокчейн кардинально изменит банковскую систему. Классических банков, какими они были сотни лет, возможно, скоро не останется. Олег Кашин, Универньюс. Какова Универнье